Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. В память о погибших и выживших Бобруйск встретил день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Нужно сказать спасибо нашим ветеранам. Как это было. Отчаянный бесправник, госавтоинспекторы задержали 17-летнего водителя мопеда, что угрозит нарушителю. Обновленная Павлинка на сцене театра драмы и комедии поставили легендарный спектакль. Мне очень приятно работать в этом образе. Кто в главных ролях? А также безопасное сотрудничество, летний отдых и жаркая среда. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Ждать ли дождь? Город воинской славы. Бобруйск отмечает день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Это праздник со слезами на глазах. По традиции венки и цветы сегодня несли к мемориалам и братским могилам. Минуты молчания вспомнили каждого героя Ольга Васенда о войне и победе. 24 июня 1944-го. Войска 1-го Белорусского фронта приступают к форсированию Березины. Начинается освобождение Бобруйска. Это направление в планах стратегов операции «Багратион» на особом счету. Победа в сражении открывает прямой путь на Минск. На протяжении пяти дней Красная Армия ведет тяжелые бои. И только 29-го числа наступает мирная жизнь. День освобождения отмечается вместо с Днем города. Праздники смешанных чувств. К мемориалам, памятникам и обелискам в обручании несут цветы. Центральным местом по традиции становится Площадь Победы. Сегодня здесь вспоминают тех, кто не вернулся с поля боя. И в то же время радуются мирному небу над головой. Нужно сказать спасибо нашим ветеранам, потому что в этот день мы и празднуем 77-ю годовщину освобождения нашего города. Благодаря им, благодаря их подвигу, мы сегодня живем под этим мирным небом. И дай Бог им всем крепкого здоровья и благополучия. Великая Отечественная навсегда оставила след в истории страны и в биографии каждой семьи. Беларусь первой приняла на себя ее удары, а Бобруйск уже во второй день военных действий подвергся жестким бомбардировкам и обстрелам. Но город выстоял, и сегодня он растет и развивается. Строятся новые дома, возводятся спортивные и культурные объекты, проводятся соревнования международного масштаба и фестивали, которые посещают люди со всего мира. Действительно, это очередной день памяти. Где-то это день радости, потому что в этот день, в 1944 году, наш родной город был освобожден. Ну и хочется, чтобы, конечно, наши жители помнили эту дату, да и чтобы во всем мире знали, что было такое. Поздравляем наших жителей с таким праздником, который нельзя забыть, и надо помнить, и поколениям передавать это постоянно, чтобы не забывали. Уже 3 июля вся страна встретит День независимости, и Бобруйск по традиции не останется в стороне. Праздничные мероприятия начнутся в 11 утра на Площади Победы, завершатся в 23.00 акции «Споем гимн вместе». Более подробная информация на сайте Бобруйского горсполкома. Ольга Васинда, Максим Галеонко, Бобруйск 360. Ни шлема не прав. В Костюковичском районе сотрудники ГАИ задержали несовершеннолетнего водителя мопеда. Он вместе с пассажиром ехал без экипировки. Не обошлось и без погони. Инспектор подал сигнал об остановке, однако требования проигнорировали. Байк начал петлять из стороны в сторону. После недолгого преследования 17-летнего нарушителя и пассажира, которым оказался 19-летний брат водителя, задержали. В отношении подростков составлено 7 протоколов, в том числе за бесправное вождение и создание аварийной обстановки. К слову, максимальный штраф за подобное – 3248 рублей. Важные переговоры, выпускные экзамены и билет со скидкой. Дирекция фестиваля «Славянский базар» запускает финальную акцию. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Александр Лукашенко провел сегодня переговоры с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Во время встречи подняты темы взаимодействия стран в области безопасности и сотрудничества в военно-технической сфере. Глава государства также признался, что хотел бы обсудить наедине вопросы, которые не подлежат публичной огласке. Минобразование утвердило выпускные экзамены в школах Беларуси в новом учебном году. Девятиклассники, как и прежде, будут сдавать три предмета – диктанты по белорусскому и русскому языкам, а также контрольную по математике. Одиннадцатиклассники напишут изложение по белорусскому или русскому на выбор. Контрольную по математике устно сдадут историю Беларуси и иностранный язык. До главного музыкального события лета остаются считанные дни. Дирекция фестиваля «Славянский базар» запускает финальную акцию. Только 30 июня при покупке билетов на все мероприятия в летнем амфитеатре, в кассах Центра культуры «Витебс» и на сайтах билетных операторов «Квитки.бай» и «Тикет.про» предоставляется скидка 30%. В Беларуси растет спрос на услуги по оздоровлению детей. С начала лета отдохнули уже почти 200 тысяч ребят. Чтобы каникулы были безопасными, особый акцент в профилактике COVID-19. Как показала практика, организаторы задачи исправляются. Всего за первую смену в лагерях страны было выявлено лишь 7 случаев коронавируса. На завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. В некоторые регионы вновь перейдет жаркая погода. Столбики термометров могут подняться до отметки в плюс 31 градус. Прогнозируется небольшая облачность без осадков. Уже в четверг ожидаются дожди и грозы. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 495 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 416 275 человек. Привиться от коронавируса в столице теперь можно не только в медучреждениях, но и в крупных торговых центрах. ЦУМИ, ГУМИ, ТИТАНИ, Галерии Минск, МОМА и на Комаровском рынке. Таких мобильных пунктов уже свыше 15. Список будет расширяться. Перед началом процедуры человека обязательно осмотрят, измерят давление и температуру. При себе нужно иметь лишь документ, удостоверяющий личность. Отцы и дети с национальным колоритом. На Бобруйской сцене поставили легендарную павлинку. В белорусскую глубинку окунулась Карина Гуревич. Старейший спектакль театра имени Янки Купалы пользуется большой любовью публике. За долгие годы существования стал настоящей визитной карточкой. Секрет павлинки – сочетание запоминающихся образов, захватывающего сюжета, народных песен и танцев. Комедия рассказывает о конфликте новой и старого застенковой шляхты. Главная героиня – 19-летняя девушка, представительница молодого поколения, олицетворяет его лучшие черты и стремление к новому образу жизни. Это и объединяет студентку Университета культуры Анастасию Воронкову с ее героиней. Как правило, роль павлинки исполняют актеры постарше, но не в этом сезоне. Она молодая, я молодая. Мы с ней похожи характером. И за счет этой молодости мне очень приятно работать в этом образе. Ну, мы с ней очень прям похожи, поэтому мне не составляет труда. Я люблю ее. Я готова с ней встретиться каждый раз, когда выхожу на сцену. Одной из главных изюминок сегодняшнего состава по праву можно считать Тамару Миронову. Ее персонаж – броский представитель белорусской глубинки. Каждое появление вызывает у зрителя смех и симпатию. К слову, актриса проработала на бобруйской сцене порядка 15 лет. Теперь вернулась сюда звездой республиканского масштаба. Это мой первый театр. Поэтому, конечно, мне было волнительно очень. Как тут примут, как я это все увижу по-новому. Город изменился. Вообще, у меня очень хорошие впечатления об обруйске, моя молодость, первый театр. Так что я счастлива. После спектакля зрители не спешат домой. Есть много тем для обсуждений. Кто-то сравнивает постановку с книгой, кто-то восхищается актерской игрой. Но без сомнения равнодушным из зала не выходит никто. Пьеса белорусского классика Янки Купалы не теряет свою актуальность больше века. Премьера спектакля состоялась в 1944-м в Томске под режиссерством Льва Литвинова, заслуженного артиста БССР. Привычный рассказ о борьбе девушки против воли родителей щедро украшен национальным колоритом и острым народным юмором. И, конечно, особый антураж создает родной сердцу белорусский язык. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бавруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!